здравствуйте друзья вы на канале дом и сад меня зовут александра пока еще есть время и деньги хочу поделиться сделаю небольшой обзор сортов зимнего лука который я сажаю на зиму может это видео будет вам тоже полезно сроки посадки осеннего лука что называется уже на носу поэтому надо основательно подготовиться я практически весь лук и лук шалот сажаю осенью чтобы получить хорошую зелень уже весной а летом хороший урожай еще одна задача которую я решаю благодаря зимним посадкам это быстрая очистка участка после лука чтобы на том же месте посадить молодые саженцы клубники поздним летом примерно в августе обычно мои подзимние посадки включают два вида желтого лука один красный и один белый красный лук обязательно должен быть сладким потому что я его использую для салат по форме люблю овальные или кругло овальные луки чтобы успеть с высадкой саженцы клубники летом я выбираю для посадки сорта лука со среднеранним или ранним сроком созревания но все те сорта лука которые я высаживаю имея определенное строгое назначение они должны долго и хорошо храниться потому что мы любим лук и выращиваем его много чтобы нам хватило на целый год до следующего урожая в списке моих любимых сортов лука желто-коричневый лук радар или как его еще называют в народе рейдер такой же желто-коричневый округло овальный сорт шекспир красный озимый салатный лук red baron а также озимый белый лук gladstone или snowball это голландские сорта лука очень продуктивные и высоко урожайные теперь давайте познакомимся с каждым из них начнем с последнего snowball вот как выглядит маленький белый лук который входит в список моих посадок этот лук входит в список среднеспелых сортов он имеет округлую форму и слабо острый вкус сноуболл можно сажать как в открытый грунт так и посадочные ящики если хотите получить урожай пораньше глубина посадки луковиц 5-10 сантиметров следующий лук который я сажаю на зиму это красный полуострый лук сорта red baron это салатный лук который я сажаю на зиму чтобы получить ранний урожай уже весной и использовать его для салатов red baron прекрасно подходит для разного рода запеканок салатов и разных мясных блюд глубина посадки для такого лука не должна превышать 5-10 сантиметров вместо посадки для такого лука выбирайте солнечное защищенное почва для посадки такого лука должна быть хорошо увлажненной еще один мой любимый лук это желтый шекспир это супер ранний сорт лука он будет на вашем столе уже в июне это нежный практически совсем не острый лук его нужно высаживать на грядке шириной между рядами 15-20 сантиметров глубина посадки не более 5-10 сантиметров это очень вкусный лук и очень урожайный и наконец самый популярный лук среди моих луков и среди моих знакомых сорт радар или как его еще называют в народе сорт рейдер вкус этого лука полуострый луковица имеет округлоплоскую форму радар это супер ранний сорт лука он отлично хранится до следующего урожая радар очень вкусный лук кроме этих сортов лука я высаживаю еще и лук шалот это ранний лук для зелени на перо это лук для первых урожаев лук шалот прекрасно гармонирует с разными продуктами он имеет очень нежный вкус и используется для разных блюд в украине лук шалот еще называют луком корчевкой луком кущевкой луком который образует гнезда посмотрите как выглядит его луковичка она состоит из нескольких маленьких луковичек каждой луковице лука шалота может быть по 8 маленьких таких луковичек которые растут гнездами вот как выглядит мой лук шалот для посадки на зиму лук шалот более мелкий чем репчатый но он более нежный чем репчатый среди сортов лука шалота тоже бывают и ранние и средние и поздние сорта у меня средний ранний сорт лука шалота розовый вот такой полу овальной формы а какие сорта лука выращиваете вы напишите об этом в комментариях надеюсь видео было полезным и познавательным не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео в соц сетях может еще кому-то будет интересно узнать как выращивать лук-сивок на зиму спасибо за просмотр за лайки и комментарии скоро увидимся спасибо за просмотр!